И вновь на связи наши коллеги с главной экономической площадки страны. В эфире делового утра эксклюзивное интервью с председателем счетной палаты России Татьяной Голиковой. В ходе одного из пленарных заседаний вы заявили о том, что треть государственных программ признаны на сегодняшний день неэффективными. Как планируется решать эту проблему? То, что я назвала, это та оценка, которую мы увидели, которую сделало Министерство экономического развития, признав эффективность 13 госпрограмм ниже среднего. И сейчас уже по решениям правительства предполагается, что в бюджете 2018-2020 годов будут реализованы пилотные госпрограммы. Это сфера здравоохранения, образования, транспортная система, сельское хозяйство, городская среда и ЖКХ. И вот на примере этих пяти направлений планируется отработать новые механизмы, которые больше будут тяготеть к механизмам проектного планирования, а не того института госпрограмм, который вроде бы уже и в лексикон в наш вошел, и бюджет формируется на их основе. Но пока мы не понимаем, что мы имеем от этого института, потому что объявленные цели и заявленные показатели плохо администрируются и плохо исполняются. Президент Российской Федерации поручил вам провести проверку эффективности исполнения майских указов. Когда планируется провести эту проверку? Ну, вы знаете, мы осуществляем на постоянной основе мониторинг. Понятно, что обращаем внимание на какие-то более чувствительные, в первую очередь, для граждан страны проблемы. Наиболее такими, наверное, емкими в смысле бюджета и в смысле самочувствия наших граждан являются темы повышения заработной платы работникам социальной сферы и ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда. И вот эти темы, они практически постоянно у нас на повестке дня. Мы их постоянно мониторируем. И если видим какие-то проблемы, то, безусловно, докладываем главе государства. И эта работа, безусловно, будет продолжена. На прошлогоднем экономическом форуме вы сказали о том, что если грамотно планировать бюджет, то можно сохранить до триллиона рублей. Насколько сейчас грамотно и эффективно используется бюджет? Когда говорили об этом триллионе, мы имели в виду не только расходы, но мы имели в виду и дополнительную мобилизацию доходов. Очень серьезно мы продвинулись с точки зрения изменения законодательства по консолидации всех доходных источников. Но пока еще ресурсы не исчерпаны до конца. К сожалению, пока мы имеем достаточно большой объем задолженности в бюджеты всех уровней по доходам. И продвигаемся, но медленно пока продвигаемся, по более эффективному использованию расходов. Потенциал есть. Мы этот потенциал оцениваем от 500 до 600 миллиардов рублей пока и как в части доходов, так и в части расходов. И очень рассчитываем, что вступая вот сейчас в бюджет 2018-2020 годов, продолжим эту работу. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.